Продолжение следует... Подходит к концу, финальная игра, за 20 минут до конца игры вы ведете 1-0. Скажи, пожалуйста, давай пройдемся к первому тайму. Как происходило события в первом тайме? Ну, вот примерно так и происходили в спокойном ключе, как бы. СНВ играет, я вижу, от обороны с одним нападающим. Так, пожалуйста, можно не форсировать. Сейчас посмотрим, вот конец игры, счет 1-0. Ну, вот, им сейчас надо будет идти вперед. Мы попытаемся увеличить немножко преимущество свое. Ну, опять-таки, аккуратно играем, пока сзади. Кем и как был забит единственный мяч на данный момент в этом матче? Первый мяч забил Махо Забилашвили. Получил мяч в полукруге перед штрафной площадкой, развернулся и дальнюю идею под штангу пробил. Очень красивый мяч получился, зрелищный. Ну, хороший момент был. Ну, и как ты думаешь, удастся вам довести мяч до конца? Я надеюсь, да? Будет ли замены сейчас? Да, конечно, у нас сегодня 18 человек, поэтому всем надо дать сыграть. Даже несмотря, что это финальная игра, ответственная. То есть, все сегодня сыграют. А только что брали интервью у Димы. Он, конечно, приподняет там настроение. Ну, у тебя, я смотрю, тоже не меньше. В принципе, это говорит о том, что ты ожидаешь. Что сейчас в любой момент... Ну, нет, это же только так. Наверное, сегодня многое зависит от условий. Потому что ветер сильный. И кто играет на этой половине, тем сложнее. Потому что постоянно ветер у него ровно. Поэтому мы посмотрим, что дальше будет. Пока играл. Скажите, пожалуйста, в чем произошел такой негативный момент, как пропуск мяча? В чем позитивный был момент. Хорошие волосы забили ребята из благодати. Просто ночью. И повезло тоже ветер помешал чуть-чуть. Но были ли у вас такие моменты, когда вы могли сравнять? Да, был один. Пока только один хороший момент. Осталось 20 минут до конца матча. Как ты считаешь, сможете вырвать? Нет, у меня ничего не нужно играть. То есть, мяча будет, да? Надеюсь, да. Ну, а вообще, как ты рассматриваешь, как вот игра в финале, это успех? Конечно, тем более с таким соперником, как Благодать, один из фаворитов чемпионата. Поэтому всегда интересно играть с такой командой. И всегда чему-то учишься в таких играх. Что делать, что делать? Что делать? Что делать? Ты иди. Саша, 15 минут до конца игры осталось. Да уже меньше, наверное. Да уже меньше. Скажи, пожалуйста, в целом, как ты думаешь, матч и завершится с таким счетом? Ну, или мы увидим пенальти? Нет, я думаю, что пенальти мы не увидим. Я думаю, что «Благодать» выиграет. Давай, Саня, подлиже, ближе, Саня! Ну, что-то мне кажется, что «Благодать» еще должна замешивать. Потому что они играют в бой, играют лучше. Это видно, но сейчас игра запасная очень. Ахои! Как ты думаешь, сегодня повлияла погода сильно на игры команды? Я думаю, что сильно не повлияла, но матч с «Интер» со «Старсом» был забит один очень курьезный волн. Если летел мимо ворота, потом ветром его направило прямо вперед. Окей, ну то есть твой прогноз на финал? Я думаю, 2-0, «Благодать». Опыт. Посмотрим, если способ. Ставьте. ПОДПИСЫВАЮЩИЕ СТОСТРЕНИЕ. ЛИВЕЫ! » Субтитры сделал DimaTorzok В целом мы все делали, ради чтобы выиграть. Видер помешал чуть-чуть, но ничего, мы старались очень. Дима сказал такие слова перед игрой, что мотивировал нас, и я забил один голубой игрок. А ты забил, да, решающий был? Слушай, ничего себе. В первом тайме, да? В первом тайме. Как он был забит? Отскочил мяч, пробил, и дальнюю в девятку забил. Что бы ты сказал своей команде? Пожелал удачи, и что бы всегда так шли. Ну, нас никто не выиграл в этом чемпионате, и что бы Бог нас защитил, и все будет хорошо. Я поздравляю вас с победой в турнире памяти Василия Евсеева. Желаю, реально победила сильнейшая команда. Я желаю, что бы вы продолжали в том же духе, и что бы этот сезон над самым удачным в вашей истории. Мухималл, и все. Я желаю. Мухималл. Один... Мухималл, и все. Мухималл, и все... Человать. Человать. Подняли! Сань, за что вы сегодня победили? Ну, за счет опыта. Опыта и за счет наших атакующих футболистов, которые используют свой момент. Ну, буквально на последних секундах все могло превратиться в пенальти, да? Да, могло, но ветер во втором тайме очень помешал. В целом, как бы ты отметил в команде СНВ самого яркого игрока? Шульга. То есть больше всего тебя запомнил? Шульга и отдашник. Да, я думаю, в третий раз уже будет за первое. Ну и в любом случае вы молодцы, вы показали очень хороший футбол. И команда прогрессирует. И я уверен, что в этом сезоне в высшей лиге появился очень хороший и сильный коллег. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, второе место, как бы оно и хорошо, и не очень, да? Скажи, пожалуйста, буквально за пару секунд до конца матча, как бы вы думали вместе в пенальти? Мы команда, которая действительно прогрессирует, но мы пока далеки от идеала. И на данный момент нам не хватает действительно концентрации, опыта. Я думаю, что в этот год, который впереди даст нам этот опыт необходимый, на уровне с хорошими соперниками, потому что все-таки высшей лиге там на порядок ребята посильнее. Я думаю, что мы наберемся за год опыта, и в следующем кубке все мы уже сильно ходим за первое место. Потому что два года подряд серебряные медали, это вроде бы и хорошо, но это не лучший показатель. Мы стремимся к лучшему. Скажи, пожалуйста, в последние 10 минут в общем был конфликт между игроками СНВ. То есть вы просто на друга кричали, на ралли выясняли отношения. Конфликт, наверное, больше был в нём. Как по мне, непонятные замены прошли, и команда немножко потеряла тот ритм, в котором мы играли. Потому что не могли связать пасы. Две разные половины второго тайма, первая половина и второго тайма. Мы очень достойно смотрелись, мы не могли в первой половине отличаться. Вторая половина, может быть, из-за этого темпа, который смотрится время, что игроки не может быть. Материальный человек, который, наверное, и его пытается сделать. Команда соперников, да я не хочу кого-то индивидуально отмечать. Команда очень сильная полностью, все игроки на всех линиях достойные, очень достойные, все техничные, все бегущие. Димка, ну ты с хорошим настроением улыбаешься, смеешься, потому что победили в Кубке Ексеева. Ексеева, пожалуйста, давай как-то сделаем резюме и в конце скажи, что своим игрокам. Ну, хочу поблагодарить, что отнеслись серьезно к турниру. Хоть турнир как бы дружественный, товарищеский, но в каждой игре выкладывались. Причем люди работали в подкатах те, от которых я даже и не ожидал. Подщищали все и вверху, и внизу. Как говорил Италий Гварциан, два подката внизу, три подката вверху. Ну, в целом так, ровненько провели турнир. Одна игра с Интером у нас немножко произошла не до оценки соперника, 2-0 выигрывали. И потом на последних минутах пропустили и сыграли 2-2. Вот, а так в целом все очень серьезно было. Вот, обратите внимание на капитана команды, на Серого. Он танцует. Что бы ты сказал игрокам команды? Танцует или нет? Не только танцует, а просто радуется. Команде Благодать. Команде Благодать огромное спасибо, идем праздновать. Мы вместе с вами, чтоб был контроль. Естественно. Заканчиваются под Кевсева, что бы ты мог сказать про свою команду в целом? Ну, по резюме. Ну, что, команда только началась сезон, все после зимы. Тяжелая, будем так говорить. Ну, все впереди. Начинается скоро начало ХФЛ. Я думаю, мы достойно выступим в этом году. Ну, есть свои трудности, но мы с ними боремся. Я думаю, все будет нормально.